всем привет вы на канале дома как дома меня зовут лилия и сегодня я хочу с вами поделиться секретом приготовления очень вкусного и главное густого йогурта как правило хозяйки сталкиваются с такими проблемами как не загустевший йогурт или йогурт который тянется возможно у него мало кислоты или он плохо хранится сегодня я вам покажу как делаю йогурт я и у меня он получается всегда я беру 3 литра молока у меня домашние но можно в принципе использовать магазины мы его кипятим и когда молоко закипело вот так активно его перемешиваем чтобы у нас испарялась лишняя влага и концентрация белка повышалась тем самым также мы взбиваем пену не дадим молоко сбежать после этого мы оставляем его остывать время от времени нужно его перемешивать чтобы сбивать в эту пенку которая образовывается на поверхности и также перемешиваем и делаем ту же самую процедуру что и во время кипения то есть выпариваем лишнюю жидкость из молока когда температура молока достигает 38 42 градуса вот в этом диапазоне то есть мы держим палец нам горячо но терпимо самое время заводить закваску для йогурта я беру обычный магазинный йогурт у меня его здесь осталось совсем чуть-чуть так как я использую три литра молока я буду брать три столовые ложки йогурта соответственно на 1 литр молока мы с вами используем 1 столовую ложку йогурта вот я стараюсь набирать более густую часть йогурта жидкую все-таки мы оставим ну получились не полные столовые ложки но это не страшно нам будет достаточно теперь из общего качества молока в этот йогурт я вливаю несколько ложек и перемешиваю йогурт с молоком до однородности в это время мы с вами включаем духовку до 70 градусов и разогреваем ее когда духовка нагрета можете спокойно выключать и пусть она ждет своего часа кстати вы знаете что йогурт можно готовить в принципе и в той кастрюле в которой мы с вами кипятили и остужали молоко но я вам советую все таким сделать посуду немного помельче потому что так гарантированно вы получите именно густой йогурт не обязательно чтобы это были такие формы как у меня это могут быть просто банки которые у нас чистые и сухие разливаем равномерно молоко не забывайте что температура идеального йогурта 38 42 градуса это самая идеальная температура для сквашивания йогурта теперь в посуду которая у нас разлито молоко равномерно добавляем разведенный йогурт если у вас тара будет такая же в которой вы кипятили молоко то есть этот йогурт вы добавляете именно туда но если вы будете готовить в банках или в других каких-то судочках тогда разливайте молоко и только потом добавляйте закваску несколько раз проверяла развести в общей посуде потом разлить знаете не то это я делюсь с вами своим опытом потому что я постоянно готовлю йогурт и вот именно этот способ является самым удачным теперь в разогретую заранее нами духовку мы выкладываем или полотенце или одеяло выставляем судочки накрываем их или пленочкой или лучше всего бумажным полотенцем сверху заворачиваем и оставляем до утра обычно я делаю йогурт вечером и вот утром у меня получается вот такой йогурт но имейте ввиду этот йогурт еще не созревший он у нас еще по сути даже теплый сам по себе но тем не менее вот такой он у нас уже густой хорошо схватился вот посмотрите и еще учтите что у нас еще загустеет и для этого ему нужно постоять в холодильнике минимум пять шесть часов ничем его не накрываем оставляем в холодильнике и йогурт будет дозревать прошло у меня уже пять шесть часов то есть мы смотрели йогурт на йогурт с утра теперь у меня наступил вечер и я вам показываю какой же йогурт у нас получился к нашему вечернему ужину вот вы видите он абсолютно никуда не плывет сейчас есть вероятность того что он просто вывалится из этой формы йогурт сам по себе не перекисший если вы любите чтобы йогурт был более кислого вкуса тогда держите его подольше именно в теплой среде не 8-10 часов а например часов 12 тогда йогурт будет сам по себе в кислее но идеальная рецептура для йогурта это 8-10 часов для сквашивания и также где-то 6-8 часов для холодильника тогда он приобретет просто идеальную и структуру и вкус если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк также подписывайтесь на канал ведь у меня только проверенные рецепты если возникнут вопросы обязательно пишите отвечу всем ну а пока пока